Как и почему брились мужчины в разные эпохи стиль ценности. 0 часов 0 2 минуты, 13 декабря 2018 партнерский материал История бритья как и почему брились мужчины в разные эпохи. Прон МГФ. 3080 фото брон. Растительность на лице в разные периоды истории могла означать принадлежность как к элите, так и к самым низшим слоям, как мужественность, так и варварство. Поэтому бритье и уход за усами и бородой всегда были неотъемлемой частью жизни мужчины. Лента. Рура забралась в том, как и чем брились мужчины в разные эпохи. Бородачи против любителей бриться мы не знаем даже примерной даты первого в истории человечества бритья, но историки сходятся во мнении, что бриться мужчины начали еще в доисторические времена. Судя по всему, первоначально первобытные люди использовали в качестве бритв ракушки, но около 60 тысяч лет до нашей эры на смену им пришли обсидиановые лезвия. Этот камень легко подавался обработке, поэтому сделать из него острое лезвие труда не составляло. Причина, по которой брились древние люди, неизвестна, а вот приход цивилизации сделал бороду или ее отсутствие статусным символом. Так, древние египтяне стали настоящими фанатами бритья и вывели бритвенные технологии на новый уровень. Они придумали первые кремы для бритья, которые состояли из мышьяка, гашона, извести и крахмала, а вместо каменных и костяных бритв использовали бронзовые. В Греции борода считалась символом мужественности и взросления, поэтому бритые египтяне казались грекам слишком изнеженными. Брить бороды греки стали лишь после завоеваний Александра Македонского. Немаловажно было и то, что с распространением железа в качестве основного материала для клинков изготовление бритв стало проще и дешевле. Но по-настоящему всеобщая мода на бритые лица стала уже во времена Рима. Создателем тренда стал разгромивший карфагенское войско во главе с Ганнибалом полководец Цепион Африканский, который брился каждый день и запрещал отращивать бороды своим солдатам. Фото. Эрик Пенджич слэш рек слэш шоттерсток. Египетские фараоны сбривали всю растительность на лице и голове, а пышные прически и бородки были накладными. Один дробь четыре римляне внесли в искусство бритья ставший на долгие годы классическим рецепт крема для бритья – смесь оливкового масла, аммиака и уксуса. Иногда оливковое масло заменяли на масло грецкого ореха. Последний рецепт был популярен в провинциях, где оливковое дерево не росло. Лишь с падением Римской империи в 476 году нашей эры настал реванш бород, у варваров, захвативших власть на большей части Европы, усы и борода были символом мужественности. С наступлением эпохи возрождения борода вновь вышла из моды в Италии, а затем и в остальной Европе. С приходом моды на парики и мужскую косметику о бородах и усах забыли на 300 лет. Вновь отращивать усы начали лишь во второй четверти XIX века. Зато XIX век принес настоящую техническую революцию, которая произошла в 1847 году. Английский ученый Уильям Хенсон изобрел бритву, в которой двустороннее лезвие зажималось перпендикулярно ручке. Изобретатель тут же назвал свою бритву «безопасной», а за бритвой с открытым лезвием закрепилось название «опасной». Спустя несколько десятилетий патент на производство «безопасной бритвы» купил предприниматель Кинг Камп Жилет, который придумал зарабатывать на сменных лезвиях. В 1901 году они с Уильямом Никкерсоном изобрели бритву со сменным лезвием. В веке XX. Мода на растительность на лице приходит в среднем раз в 40 лет. Мода на усы приходила в 1920-1930-е годы, затем в 1970-е, а в 2010-е в тренде уже были и густые бороды, которые становятся модными реже раз в 80 лет. Зато за последние 100 лет бритвенные технологии совершили настоящий скачок в своем развитии. Фото. Vexed Art slash Alami slash Time Media. Опасная бритва не позволяла бриться самому, но в руках цирюльника была куда безопаснее, чем примитивные лезвия античности и средних веков. Один дробь семь в 1926 году была представлена первая в мире электробритва с вибрирующими лезвиями. В нее был встроен маленький моторчик, который приводил лезвие в движение. Настоящей революцией в 1950 году стала бритва немецкого инженера Макса Брауна и ее конструкция принципиально отличалась от всего, что существовало ранее. В новом устройстве в качестве неподвижного ножа выступала сетка с прорезями, а подвижный нож имел прямоугольную форму. Такая конструкция стала настоящей классикой и используется до сих пор практически в неизменном виде. При этом инженеры Брон постоянно совершенствуют изобретение Макса Брауна, лезвие становится острее, питание от розетки заменили аккумуляторы. А конструкция бритвенных сетки и головки была улучшена на последней разместили до пяти элементов. Не отставали и дизайнеры, которые не раз заново изобретали электробритву, переосмысливая ее внешний вид. Неудивительно, что стилисты Брон получили множество наград в области дизайна, а их классические изделия не раз вдохновляли дизайнеров из самых разных областей. Современные электробритвы Брон – настоящий шедевр дизайна и триумф инженерии. Например, у Пронт-Сириез 5 мотор. Обсенсинг. Самостоятельно регулирует мощность. А плавающая бритвенная головка с независимой подвеской элементов гарантирует идеальное прилегание лезвий к коже даже в самых сложных местах. Электробритва Сириез 7 благодаря технологии Соник совершает 30 000 режущих движений в минуту. Ну а топовая бритва. Пронт-Сириез. 9 обеспечивает беспрецедентную эффективность и комфорт при бритье. Мощный мотор с линейным приводом генерирует 10 000 ультразвуковых микровибрации и 40 000 режущих движений в минуту. Две режущие сетки Optifoil срезают волоски максимально близко к коже для идеально чистого бритья, а триммер Direct & Cut бреет и подравнивает волоски, растущие в разных направлениях. Все бритвы этих трех премиальных линеек на 100% водонепроницаемые, что позволяет использовать их в душе, а также подходит для чувствительной кожи. Некоторые модели идут в комплекте с блоком Clean & Charge, который одновременно очищает, смазывает и подзаряжает бритву. Создание своего образа на протяжении большей части истории мужчины или полностью сбривали волосы на лице, или отращивали густые усы и бороды. К счастью, сейчас у них есть возможность разгуляться, в тренде совершенно разнообразные варианты моделирования растительности на лице. Помимо гладко выбритого подбородка главных трендов несколько, а кладистая борода, как у дровосека, достаточно короткая хипстерская борода и небольшие бородки с четко очерченными контурами. Фото брон, гладкое бритье, как и трехдневная щетина, остаются популярным трендом последние лет 30. 1 дробь 7 Если вы собрались носить усы и бороду, вам лучше усвоить несколько простых правил. Во-первых, чтобы создать желаемый образ, для начала волосы нужно отрастить. Поэтому не бриться нужно как минимум пару недель, после чего можно брать в руки триммер и бритву и начать придавать растительности желаемую форму и длину. Во-вторых, отращенная борода требует внимания и ухода. Не забывайте регулярно ровнять усы и бороду, иначе будете выглядеть неаккуратно. Даже окладистая борода лопата требует четко очерченных контуров. В этом случае можно использовать универсальный триммер. Прон МДФ 3080, который позволяет подровнять бороду и при этом не забыть о контурах. В-третьих, усы требуют еще большего внимания. Одним триммером тут не обойтись. Из-за того, что усы растут неравномерно, подравнивать их придется и с помощью ножниц, срезая отдельные волоски. Так что для правильного ухода за растительностью вам непременно понадобится хорошая бритва, например. Брон серийс. Девять, а также набор средств по уходу. В случае с короткой бородой усилий по ее поддержанию еще больше. Равнять ее придется каждый день, причем использовать для этого разные насадки. Бритвой нужно регулярно удалять волоски с щек и тех частей лица, которые должны оставаться гладкими, а триммером ровнять саму бороду. Словом, любая борода и усы требуют усилий. Неудивительно, что многие мужчины предпочитают бриться, благо что гладко выбритое лицо по-прежнему в тренде. Но и в этом случае понадобится хорошая бритва, обеспечивающая максимальный комфорт и минимальное раздражение кожи. Например. Прон серийс. Пять. Прон лента. По которому можно получить скидку 30%. Дата активации 10 декабря 2018 года 31 декабря 2018 года. Антон Ширяев.